Здравствуйте, друзья! У нас сегодня гость, зовут его Фёдор. Жена Фёдора у нас училась когда-то в Портнов компьютер-скул. И мы сегодня вот встречаемся в Санта-Круз поговорить на тему, которая, я ожидаю, что будет интересно многим, потому что Фёдор занимается строительством и у него много объектов. И началось с того, что Фёдор мне говорит, а нельзя ли вот там кого-то из школы к нам посылать там на работу, потому что бывает, что студент учится, а супруг там студента хотел бы работать, там может быть на стройке работать. И вот поэтому мы решили встретиться, и я сюжетик вот это вот записываю. И может быть мы попросим Фёдора сказать пару слов, какие у него объекты и как он видит тех людей, которых хотел бы нанимать. Здравствуйте, ребята! Если у вас есть желание поработать в то время, когда вы не учитесь, или вы, в принципе, умеете и любите строить, и хотите этим заниматься профессионально, а в области IT у вас нет никакого опыта, и вы, может быть, туда даже не собираетесь, тогда я могу пригласить вас в наш коллектив, в котором люди со всех республик Советского Союза, ну преимущественно я стараюсь собрать команду людей, которые говорят на русском языке, поскольку для меня это наиболее комфортный путь общения, и потому что, во-первых, у меня слуховой аппарат, я предпочитаю говорить с людьми на русском языке, и чаще даже переписываться, поэтому вы увидите мой контактный имейл, и будет хорошо, если вы сначала мне напишите, а потом уже я смогу дать вам мой контактный телефон для переписки текстовыми сообщениями, и даже звонков, но для начала мне хотелось бы с человеком хоть сколько-то пообщаться, тогда я легче буду понимать по телефону. Работа у нас такая, в основном это строительные проекты в районе Бэйре, и преимущественно от Сан-Франциско до Сан-Хосе, куда можно в течение одного дня добраться один-два раза с материалами, и контролировать проект, доставить вас на проект, если у вас нет машины, это тоже на первых порах возможно. Значит, от вас требуется только умение делать какие-то строительные работы, ремонты, и опыт особенно не нужен, я всему могу научить, но самое главное, чтобы просто руки росли с правильного места. Если вы, в принципе, понимаете, что вы делали это когда-нибудь, или что-то своими руками много делали, у вас опыт какой-то есть держать в руках инструменты строительные, то тогда, конечно, добро пожаловать. Если же вы всегда работали только головой, интеллектом, и руками не работали, опыт маленький, я тоже могу научить, но, может быть, это не совсем в вашей стезе. И работы у нас такие, у нас в основном ремонты кухонь, ванных и полностью всего жилища. Это может быть для человека начинающего самый простой вариант, например, просто красить. И когда вы будете на первом моем проекте красить, я могу постепенно показать другие виды работы, научить. Показать материалы, показать инструменты, вы можете помогать моим другим сотрудникам, таким образом научиться. То есть какую-то минимальную работу для начала я тоже могу придумать. Например, demolition, это когда мы что-то убираем в тарое, ломаем в тарое. Вы приходите, начинаете это делать и приступительно вникает, что происходит на проекте, что как называется, какими инструментами это делается. И, значит, одна тема, это полный ремонт на квартир, домов, там, хаусов и какие-то частичные ремонты, ванны, кухни, только полы, только лапы или покраска. Ну, вообще все варианты. Около 28 специальностей строительных делает General Contractor компании. Какие-то специальности требуют очень специфического навыка, а какие-то требуют только рук, и можно всему научить. Если же у вас есть возможность оформить свое официальное, если вы имеете грин-карту, хотя бы временную или постоянную, можете получить временное разрешение на работу, тогда я могу предложить более интересный вариант, более постоянной работы. Она в основном связана пока только с установкой различных видов пола. То есть это ламинат и шейное дерево, паркет и плитка. И эта работа более перспективная для тех людей, кто мыслит себя в строительстве, потому что при умении делать эту работу быстро и грамотно, и качественно, это постоянная работа на многие годы. И вы можете больше не думать о том, чтобы искать какую-то работу такого типа самостоятельно. То есть эта работа будет всегда. Я думаю, что у меня в ближайшее время появятся еще несколько направлений такой же работы. Приходит она в основном от крупной сети магазинов Home Depot, если вы их знаете или будете знать по приезду. В районе только Санта-Клара семь магазинов Home Depot. Других канты, Сан-Мотелло и на другой стороне побережье залива. Магазинов много, то есть работы можно брать столько, сколько будет вас у меня. Спасибо большое. Вот такой вопрос. Вы сказали красить. Красить. Да. У меня как-то образ такой, что в Советском Союзе красили женщины. Вот стояли женщины. Здесь женщины на стройке. Можно себе представить женщину на стройке? Здесь. Да, я понял ваш вопрос. Здесь маляры, как правило, мужчины. Но я видел бригады, где покраской работали женщины, поскольку это, как правило, семейный подряд. То есть, допустим, латиноамериканцы часто работают с семьей. Муж делает потяжелее работу, а жена вместе с ним красит. Или там убирает строительный мусор после мужа. Это распространенная практика. И покрасочная работа бывает не очень тяжелая, когда роликом кисточкой красим. Но если нужно красить пультом, распылителем, на строительных лесах, на высоких лестницах, тогда, конечно, лучше мужикам. Все-таки работа опасна. То есть, это не работа для женщины в целом? То есть, скажем, это не перспективно для женщины на стройке работы? Ну, я, конечно, женщинам такую работу не советую. Все-таки это и запахи нужны в респираторе, специальной одежде. Лучше пусть женщины делают что-то более красивое. Еще вопрос. Возраст человека. Я понимаю, если молодой парень, там, ему 20 лет, да? И он работает с полом, он работает с паркетом, он работает с плиткой, он на коленях целый день, там, вот он там прибивает или клеит. Это я понимаю. Но вот, скажем, 45 лет человек может так? Или он физически, у него уже ограничения? Да, да. Я могу на этот вопрос определенно ответить. У меня сейчас работает человек, которому за 50, и работает парень, которому 28, и они работают, делают одинаково. Зависит от здоровья, от навыка, от физической выносливости, от умений и отношений в подобной работе. Тут возраст не очень критичный, потому что тяжелые какие-то вещи могут носить люди помоложе. В системе Home Depot, там, на проект весь груз и растворы уже доставлены. Есть специальные люди, которые привозят все и выгружают на проект. И тем более, если это дерево, оно привозится, выгружается и открывается для акклиматизации. Проходит 5 дней перед Устамовской. 3-5 дней. Поэтому это делается до нас. Мы приходим на проект и уже только работу делаем. Не таскаем такие тяжества, как при переемках. Ну что же, хорошо, тогда давайте я... Ребят, я от вашего лица поблагодарю Федора, потому что я считаю, что если для кого-то это решит проблему адаптации в первое время, это будет очень здорово. И я сейчас запишу его координаты, там, email, мы договорились, да? Электронный адрес мой. Электронный адрес, может быть, там, не знаю, может быть, Facebook или там, где люди его находят. Да, у меня есть почти все социальные системы для мгновенной переписки. Отлично, отлично. Все, и я тогда, значит, вот с ним прощаюсь. Спасибо вам огромное. Традиция такая, рукой так вот помахать. Отлично. Счастливо.